Всем привет! Здравствуйте! С вами The Station, в студии Иван Андрей, в своей футболке пока еще старый, но лодовый. Не на донателе, еще на лакост. На лакост не на донателе, да, согласен, маловато, но всегда можете это сделать, тогда у вас будут новые свежие футболочки. Мы рассказываем вам сегодня о Вечных, это тема, которую вы проспонсировали в наших ежечетверговых бэко-стримах. Вечные это такая довольно всеобъемлющая тема, бэкграунд, которая растянут, по сути, на всю ересь Хоруса, то постараемся на каких-то остаться более подробно, но перечислить плюс-минус все, которые встречались. В ересь Хоруса и все. Началось все в ересь Хорус, основной замес. В 40к вечных меньше, в разы на самом деле. Они все были действующими лицами именно ереси Хоруса и вот основных книг. Но самый главный вечный, естественно, с императора человечества. Получается, это не раса, это не фракция. Скажем так, отклонение в людях. Это некая мутация. Только люди. Да, некая мутация человека, которая позволяет тебе перерождаться. Но, но есть нюанс, да, как обычно. Ты можешь родиться с этой способностью, а можешь ее получить от кого-то. В смысле? От Эльдар. От Эльдар, например. От Эльдар? Да. А ты что нужен для этого? Они должны тебя заколдовать. Они должны тебя заколдовать. Ну, про это тоже расскажем. Это может быть хаосидский ритуал. Может хаосиды принесут кучу жертв, тебя воскресят после смерти. И ты станешь вечным пропыль же. Да, ты походу делаю. Да. Ладно, давай расскажи мне тогда о вечных. Я готов внимать. Это хорошо. Моя подолбавшаяся друг. Вы, надеюсь, тоже. Вечные, в общем-то, как я уже сказал, это персонажи, которые не могут умереть. Либо они умирают и возрождаются. Либо они сами исцеляются, либо они перевоплощаются, опять же, в самих себя. Под влиянием каких-то сил. Возрождение ты имеешь в виду в новом теле или в том же самом, как и по вулкану? В том же самом. В том же самом. В том же самом. Потому что собираются обратно. Да. Понял. Если тебя распылили на атом, и ты опять воплатишься в том же самом теле. Как синий человечек из Венерарного фильма «Хранитель». Да, примерно как-то так. Ну, то есть, по сути, ты бессмертный. Ты бессмертный по каким-либо причинам. Либо это способность врожденная, либо приобретенная. Какими-то силами тебя наделили. Естественно, они рождались на Земле в разное время. Да. В древности, в более современном мире. Ну, начнем немножко, расскажем про императора. Хотя нужно про него отдельный выпуск, где этот император тоже вечный. Очень сильный псайкер. Мега сильный псайкер, естественно. Вот. И два этих сочетания, видимо, и позволили ему, во-первых, прожить целую жизнь. 10 тысяч лет. Вот эта вот вся эпоха. Хотя он родился, получается, еще до нашей эры. Император родился в Анатолии до нашей эры. По-моему, там, 3 тысячи лет до нашей эры. То есть, еще больше даже 10 тысяч лет, получается, ему. Вот. Он очень сильный псайкер. Но и он, вот, за счет того, что он был вот этим самым вечным, он был таким долгожительным, что он жил, 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 жил. А там все это вот делал. Это прям так постулируется в открытую. Император. Этернал. Вечный. Ну, да, он не умирает. Его не убить. Но фишка такая, что он был обычным, вот, очень сильным псайкером. Прямо пишут. Да. Ну, видишь, такая история. Но самая интересная история, связанная с императором, именно вот его становлением, это когда он с еще одной вечной, с Оливией Сурекой, отправился на планету Молях. Еще в эпоху колонизации, причем, помнишь, это еще до эры раздора, до долгой ночи они отправились на звездолете колонизаторов. Тот человек, который является императором. И женщина, вот, Оливия Сурека, которая тоже являлась вечным, она была его приспешником, помощником, они отправились на планету Молях, благо было не очень далеко лететь от Терры. Прилетели туда, и там император нашел врата в варп. Стабильные, действующие врата в варп, которые можно открыть и попасть в варп. Но не просто хопа, и ты попал в никуда, где демоны летают. Ты попадаешь буквально в царство четверки. То есть, вот, практически прямо вместе с Дзинчем, Хорном и Нурглом, и ты можешь с ними побалкать. Кабачок такой прямо. Да, типа того. И как раз вот это вот, он прошел через этот портал, и как раз сделка с богами хаоса наделила его вот его супер-мега силой. Да, то есть, его псайкирские плавлии возросли тысячекратно как раз. Те как раз силы он получил и знания, которые ему позволили потом закончить на Земле объединительные войны, создать спейсмаринов, громовых воинов, кустыдианцев и примархов. То есть, до этого он был дрищом? Он был просто очень сильным псайкером. А там подходишь, такой к тренеру, еще, и там 4-3 тренера тебя обкалываются, чем только можно. Ну, видишь, он был вечным, он был очень сильным псайкером в принципе, но, я говорю, его сила возросла тысячекратно. Руки-баздуки. Фишка какая, что они прилетели же на звездолете, билет в один конец. Ну, по сути, они же летели типа колонизационным звездолетом с Терры. Назад он не вернулся бы. Я сразу Интерстеллер вспомнил. Да, примерно как-то так. Вместе вот с этой как раз Оливией. И когда он прошел этот портал, его сила возросла тысячекратно. Он с помощью своих уже суперпсайкерских способностей, да, он перенесся назад на Терру. Оливию оставил на Малехе жить. Жить? Охранять вот этот портал. Она же вечная. Да, она вечная. Ну, она осталась с колонистами там жить. Если вы будете, хотите прочитать историю как раз про Малех, про Оливию и Суреку, это вам в книжку «Пстительный дух» про Хоруса как раз, про его флагба и про события на Малехе. Потому что когда Хорус прилетел, он тоже хотел пройти через этот портал, естественно, тоже получить силу, которую получил император. И как раз вот Оливия, она как вечная защищала этот портал. В итоге она смогла его запечатать, хотя Малех был захвачен силами хаоса. Но она оттуда смогла сбежать. Хотя Хорус ее убил. Но она воплотилась опять. Но она вечная. Тут как бы такая штука, что, слава богу, но есть всегда, как говорится, твист. Да, он ее убил. Но она перевоплотилась. На Малехе всю эту тысячелетнюю историю, ну, просто жила как колонистка и все. Просто, да, она, видимо, как-то скрывалась. То есть, ну, не может человек жить столько. Ну, она была подвижницей императора. Она знала императора. Во-первых, она еще была тоже псайкером. Не очень сильным, но тем не менее. Она чувствовала эмоции других людей. Она могла чувствовать эмоции других людей. Поэтому, видимо, может, император ее выбрал как-то. Вот вместе они путешествовали. Но она осталась там. Потом, конечно, после вот этой всей заварушки с Хорусом, она с Малехой умудрилась бежать все-таки. И дальше пока про нее нет никакой информации окончательной. То есть, что с ней случилось потом, пока не очень понятно. Дальше есть такой пассажир замечательный. Следом идет за ними. Он, кстати, раньше всех практически появляется в бэкграунде Ереси Хоруса. Это Джон Грамматикус. Лингвист. И довольно тоже сильный псайкер. Он появляется у нас в книжке Легион. В книжке Легион выдает там себя за офицера имперского полка. За конига Хенекера, типа, выдает себя за офицера. На самом деле он работает на некую, скажем так, коллаборацию ксеносов, называемую Кабал. Тогда тоже был, типа, Кабал у них. Это эльдарские всякие аутархи, форсиры и прочие какие-то шелупонь ксеносов. Они объединились вот в такую, типа, структуру, нанимали как раз успешных агентов, успешных людей, псайкеров вербовали, чтобы, скажем так, человечество подталкивать, куда им нужно. Ну, эльдары же даже древняя раса. Они играют вот эти свои шпионские игры и все такое прочее. Эльдрет Рутран же был членом Кабала. Нет, он, наоборот, был против Кабала. Ну, кстати, он в судьбе Джона Грамматикуса как раз поучаствовал, но мы сейчас до этого дойдем. Расскажем побольше про Джона Грамматикуса. Во-первых, его имя нам интересно, потому что Джон, английский оригинал, это Иоанн. На самом деле, Джон Иоанн это одно и то же. Был такой греческий монах Иоанн Грамматикус, Иоанн Филопонт, изобретатель, физик и прочее-прочее. Видимо, здесь есть какие-то параллели. Но это не он. Тут четко сказано, что это... Но это не точно. Да, нет, это точно. Это не этот чувак. Просто его, видимо, назвали по какой-то аналогии. Этот Грамматикус, он сильный псайкер, во-первых. А, во-вторых, он лингвист. Он очень хорошо воспринимает чужие языки и может их легко понимать и учить. И разговаривать на любом языке без акцента, как носитель языка. То есть, это ему помогает в его работе. Типа такой он сразу понимает все языки, с эльдарами, видимо, поэтому там запросто общается. В общем, такой довольно продвинутый чувак. Он не самый старый, вечный. Во-первых, у него два момента. Он вечный, да. Как бы он относится к этим вечным. Но он, во-первых, не очень старый. Он родился в 29-м тысячелетии где-то примерно. Участвовал в войнах вот этого объединения. Фазвирники! Значит, он служил в Кавказском полку. Вместе с императором они, значит, с его войсками покоряли как раз Индонезийский блок. И вот этот вот полк, он участвовал в свержении тирана Дьюма. В Индонезийском блоке. Вот как раз в хронике Урша про это вот все вот описано. Как раз тогда он и встретился с императором. Типа они праздновали победу над этим Дьюмом. Значит, император офицеров высокопоставленных к себе пригласил. И как раз, типа, встретился с ними. И грамматик Узон тогда еще вечным не был. Что самое интересное, он был просто псайкером. Он попытался проникнуть в разум императора своими псайкерскими способностями. Ну, император это почувствовал. Сказали, пилиси и такой. Да, такой, ну, говорит, о, говорит, надо нам как-нибудь с тобой более приватно пообщаться. Говорит, надо нам как-нибудь с тобой более приватно пообщаться. Такие, как мы, такие, как мы, говорят, ну, крутые пацаны, должны держаться вместе. Вот, а в нем грамматик узнал и умер. Ну, вот, взял и умер. Все. Как бы он умер, и его воскрешает Ильдар. А как он умер-то от чего? Зашел в разум императора и умер? Да, да. А не надо. Вот. Ну, как бы, вторая встреча не состоялась. Он, значит, и его воскрешает Ильдар, воскрешает его Кабал. Они наделяют его способностью к перерождению. То есть, делают его вечным. И все. И он тоже становится вечным, причем он становится сразу агентом Кабала. Он работает на них, они ему дают всякие задания. И он их в процессе, соответственно, своей деятельности, вот этой своей жизни выполняет. Плюс уже начинают, заканчиваются объединенные войны, начинается великий крестовый поход. И с Грамматикуса мы как раз сталкиваемся в рамках объединительных войн, уже в галактику, когда Альфа-Легион приводит к Согласию Миры. Он там как раз является агентом Кабала, сталкивается с агентами Альфа-Легиона. Как раз книжку «Легион» можно почитать по этому поводу. Его вербует Кабал для того, чтобы он убедил Альфария примкнуть к Хорусу. Он должен убедить Альфария и Мегона, чтобы они на стороне Хоруса выступили в восстании. Потому что Эльдары, Кабал, они все плетут древние интриги. Им нужно, чтобы Хорус победил, обязательно. Они знают, что Хорус предатель, что он продался темным богам. Им нужно, чтобы он победил. Зачем? Потому что победа Хоруса приведет к уничтожению темных богов. Вот так вот. У них такая история. Человечество потом, конечно же, сгинет в этом пучине вот этой войны бесконечно. Ну, какая разница, если галактика останется в порядке? Ну, Эльдарам только это и нужно. Человечеству им наплевать, в общем-то. И грамматику сработает на них. Ну, ему не нравится это. Он как бы переживает о том, что вот, вроде как я продаю свой вид. И он идет дальше-дальше по своей вот этой вот, по своему пути. Кабал ему указывают. Вот, ты сегодня там с Альфа-легионом. Дальше-дальше они, значит, ему задают всякие задания. И мы встречаемся с ним в следующий раз уже в книжке «Вулкан жив». Мы встречаемся с ним на одной из планет, где он под видом археолога ведет раскопки. Вот, он взял себе личину Керена Сибатона, археолога, и ведет раскопки. Они ищут фульгуритовое копье некое. Некий артефакт, фульгуритовое копье. Вообще, фульгурит, типа, это материал, который образуется, когда молния попадает в песок. Такой стеклоподобный. Но в «Вархаммере» это, ну, как бы его могущество, этот артефакт, обвиняясь тем, что не просто молния попала в песок, а псайкерская молния попала в песок. И получился вот артефакт, который может, ну, сильный псайкерский артефакт получается. Но тут фишка в том, что это не просто молния попала в песок, а молния, которую император отправил. Вот, вот это уже интересно. И этот артефакт, вот это вот как раз осколок, стеклянное вот это вот копье, оно наделено очень большой силой императора. Оно может убить любого, уничтожить его душу. То есть, можно даже вечного убить. А одним из вечных, кстати говоря, является еще и вулкан. Один из примархов. Про него, как бы, много тоже рассказывать не будем. Сейчас больше про людей. Но фишка в том, что вот это копье как раз грамматику сыщет, чтобы по заданию Кабала убить вулкана. Потому что он, опять же, Кабал хочет устранить некоторых примархов, чтобы они не повлияли. Не повлияли на вот это вот, на перевес сил. Вот. А вулкан бессмертный. Он тоже вечный. Он бессмертный. Он все время возрождается. И фишка какая. Если его этим копьем, соответственно, пырнуть, то он умрет напрочь. И не сможет возродиться. Ну вот. И, собственно говоря, грамматику сыщет это копье. Совместно с, значит, со своими какими-то там приспешниками. Совершенно безумный замес с ним тусуется вегилятор несущих слова. Нарик. Нарик такой. Бартуса Нарик. Вегилятор, то есть снайпер. Он был командиром снайпером. И он хочет убить Ларгара. Убить Ларгара копьем этим. И хочет завладеть этим копьем. Убить Ларгара, потому что им не нравится, куда Ларгар привел свой легион. Естественно. То есть там, конечно, эпические поиски этого фульгоритового копья. Все друг от друга убегают. Летают по разным планетам. Протыкают вулканы этим копьем в итоге. Сама судьба Джона Грамматикуса связана с тем, что появляется в какой-то Метальдра Д'Ультран. И его спасает от Кабала. История, описанная в книжке «Забытая империя», где Грамматикус тоже фигурирует. Они пролетают на Макрак. Находят там обезумевшего вулкана, которого Кёрз пытал. А, они потом жахут. Да, да, да. Сумасшедшего вулкана. И по идее, смысл задания Кабала в том, что вулкан отдал копье Кёрзу. И Кёрз бы смог убить вулкана. Но Грамматикус убивает его сам копьем. Привет. Да, Грамматикус сам протыкает вулкана копьем, думая, что если он вечный убьет вулкана этим копьем, то он сможет отдать ему свою силу, и вулкан исцелится. Перестанет быть безумным. Поэтому меня называют безумным. Да, штука не срабатывает. Штука не срабатывает. И вулкан умирает, и Грамматикус умирает. Опять его воскрешает Кабал. И говорит, ты очень сильно налажал, дружище. Да, да, да. Примерно как-то так. Кабал его воскрешает. Говорит, ты очень налажал, дружище. Теперь мы тебе... Мы у тебя твою силу вечного отбираем. Ты больше не возродишься никогда. Это твоя, по сути, последняя жизненная итерация. Отправляйся и исправь то, что ты напортачил. Ну, что делать? Он же послал его в жопу. Да, он послал его в жопу, потому что с ним существует Альдрат Ультран. И вместе как раз с этим вегулятором Бартус и Нариком спас Грамматикус от Кабала, и они убежали в паутину все бегать. Пока больше Грамматикус нам не встречается в просторах бэкграунда. Ну, это как бы именно пока финал его ветки. То есть они где-то бегают в паутине вместе с Альдратом Ультраном. То есть он освободился из-под власти Кабала, по сути. Четыре уже есть вечных. Да. Два из них, наверное, крутых. Еще. Да, даже пять уже получается. С Оливией и Сурека. Сурека, Грамматикус, Вулкан, Император и... И Алани Персон, конечно же. О, это пятый. Это самый крутой, вот пятый вечный. Ну, на самом деле, это основополагающий такой блок, который, в принципе, рассказывает, что за движуха с этими вечными происходит. Это уникальный чувак, потому что он истинно рожденный, вечный, как и император. При всем при этом, он старше императора. Он родился до того, то есть, условно говоря, там, за сколько-то тысяч лет до рождения императора. Дункам Маклаута. Типа такого, да. Причем, ну, это реально, это такой мужик, воин. Вот, картинка есть. Соответственно, он довольно брутальный. Он родился в Ниневии, в Месопотамии, на Ближнем Востоке, где сейчас Ирак находится. Это город, сейчас там этот иракский город Аль-Масул как раз находится. А там было вот это какое-то поселение. Он там рождается. И он вот именно вечный на протяжении всей, 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 всей истории человечества. Он никуда не девается. Он участвует во всех войнах, конфликтах. Постоянно, как бы, на всех, выступает на всех страхах. Ему, как бы, ну, это приносит не то, что удовольствие, ему интересно. Куда? Ну, вот его заведет история. То есть, он, по сути, чувак, который прожил, там, 45 тысяч лет на момент Гереси Хоруса. Ну, считай, примерно, да, получается. То есть, 30-е тысячелетие, плюс то, что до нашей эры, там, 40 тысяч лет ему. Он старше императора. Он знаком с императором. Император ему не очень нравится. Он к нему не очень хорошо относится. Причем, он, ну, понимает, что он, как бы, император, ну, такой же, как он человек, только сильный псайкер. Персон не псайкер вообще. Он чувствительен к псайкерам. У него постоянно, когда рядом псайкер находится, или какая-то вот происходит психическая активность, у него глаз начинает дергаться. То есть, он чувствует, что что-то не так. Блин, какая-то ведьма рядом. Ну, очень интересный персонаж, потому что вот он на протяжении всей земной истории находился на Земле. Ну, я немножко перемещусь в будущее именно его текущее местоположение, его текущее место. И буду постепенно рассказывать, чем он знаменит в истории Терры, истории Земли. Мы его встречаем в книжке «Неведая страха» на Унофир. На Калте он живет. Он отставной офицер, отставной солдат. Он даже не офицер, он сержант, по-моему, был имперской гвардии. Он заслужил положенный срок. И, как выходящий в отставку солдат, ему разрешили выбрать земельный надел, где он хочет. Ну, из какого-то сперечня миров. Он выбирает Калт, что, говорит, я вот выбираю жизнь на Калте, буду там фермером. Ну, это вполне нормальная практика для солдат имперской гвардии. Ну, вот он выбирает Калт, в принципе, потому что это далеко от Терры. Реально далеко. Он не хочет больше участвовать в этой всей движухе реально. Вот, на Терре он навоевался, он выбирает Калт и отправляется туда. Калт, это ультрамар, это другой, конечно, галактики вообще, как мы знаем. Вот, отправляется на Калт, и там он занимается фермерским хозяйством, у него там ферма. С ним сервитор, бывший военный сервитор. А теперь, типа, фермерский сервитор Графт. Такой живет, ну, здоровый сервитор с руками-погрузчиками. Вот, и, ну, там каких-то рабочих нанимает себе, они обрабатывают землю. То есть, знаешь, он такой, как в этом самом, в бегущем по лезвию новом живет. Батиста. Да, вот он другой. Он такой же брутальный чувак. Ну, старый, но, опять же, он вечный, поэтому он в каком-то состоянии зафиксирован. Причем, его там на Калте уже давно все знают, плюс-минус, да, его называют Олл-богобоязненный. Типа, он довольно набожный чувак, как выясняется. То есть, он верит в каких-то старых богов, ну, к нему никто не пристает, в принципе. Он потому что никого не убеждает, не проповедует, ничего. Все думают, ну, вот такой вот чувак живет. Хорошо. Он живет на Калте, но, как мы знаем, с Калтом случается неприятность. Сюда прилетает несущие слова, и планету разносят к храму. Ну, вот, в процессе этого. Ну, ничего не поделать. Даже взрывают колдовским ритуалом звезду, солнце Калта, и солнечная радиация, уничтожая все живое на планете. Кроме? Кроме, конечно же, тех, кто убежал в подземелье ультрамаринов и несущих слова. Ну, это про войну на Калте отдельная история. А Аланью Персону вдруг является Джон Грамматикус в момент, соответственно, его пребывания на Калте. И говорит, что придется мне, ну, как бы, я не могу, говорит, сделать некие действия, потому что кабал с Лизом. Но они с Грамматикусом другого знают. Они вместе сражались на Терри в объединенных войнах, воевали. Он знает, что Грамматикус тоже вечный. Грамматикус знает историю Персона. Ему вот Аланью не нравится, потому что Грамматикус его нашел и что-то от него хочет. Он не хочет вообще участвовать ни в какой движухе. Но Грамматикус ему объясняет, что, типа, больше никого нету. И он так говорит, что, типа, в 500 мирах, то есть, да, вот на Макрейдже, 500 миров ультрамара, говорит, только трое, такие же, как мы, типа. Но ты, как бы, самый из них опытный, самый долгоживущий. И могу только тебя попросить. Плюс ты мой друг. Они, видимо, связаны каким-то боевым братством, вместе сражались, скорее всего, на Терри. И он ему говорит, что ты должен, значит, идти, типа, уходить с Калты, потому что планета обречена. Сейчас, как бы, уже начинается вот штурм планеты. Дальше будет еще только хуже. И, говорит, тебе нужно уходить. Он говорит, ты сам найдешь путь, ты знаешь, как это делать. Плюс ты, как бы, ну, тебе 40 тысяч лет. Ты знаешь, как отсюда свалить. И он показывает ему странное видение. Он находится на корабле, на флагмане. Он понимает, что это корабль. То есть, он на какой-то металлической палубе, своды. Он понимает, что это корабль, потому что он чувствует работу двигателей. Он заходит в зал, в какой-то огромный, где ощущается присутствие зла. А он, поскольку человек набожный, он это воспринимает, знаешь, как ад, как демонов, как вот зло, вот такое вот, как в Библии. Ну, библейское зло такое глобальное. В фильме экзорцист, в общем. Ну, примерно. Он ощущает вот это присутствие. Он заходит в зал, и он видит, что посреди зала лежит мертвый ангел. Вот, вот это вот сцена примерно. Да, он видит мертвого ангела. Он видит что-то огромное с красным вот этим вот в черном, черной броне. Стоит огромное создание. Плащ, меховой красный свет вот этот вот изнутри брони. Он видит это страшное лицо Хоруса. Это уже мы все понимаем, что это мстительный дух. Это лицо Хоруса. И он прям, ну, воспринимает его как дьявола. Реально, как дьявола. Он не может смотреть. Он понимает, что это воплощение зла. Он как бы, ну, отворачивается. Он не может смотреть. Но он отворачивается, и сзади начинает пробиваться золотой свет. Он не понимает, как бы, что происходит, но он поворачивает, смотрит и видит, что терра вся в огне. Корабли, вот это вот как раз панорама. И он понимает, что сзади еще не только Сангвини, но и раненый император лежит. Да, то есть что происходит. То есть он понимает, куда это его, типа, вот грезы, этот его сон. Это, типа, и будущее. Что произойдет. И все, он просыпается. Эту вот картинку ему показывает Джон Грамматикус. Что дальше, мы не знаем, естественно. И Персон собирает свои вещи. Грамматикус, естественно, не вживую ему являлся. А именно силой вот псайкерской своей смог перенестись, а доставить ему это сообщение. То есть не воплотив, привиделся. И Персон собирает свои вещи. В процессе сборов к нему прибивается еще несколько человек. Это солдат, это два работника с его фермы. Мужчина и женщина, которые ему там помогали возделывать поля. Сервитора он берет с собой, опять же. У него есть шкатулочка, где находится карта, блокнот с записями какими-то метками. И, типа, компас в виде черепа и маятник. Который, типа, ну, вся эта конструкция позволяет ему, знаешь, как он, ну, там описывается, определять течение варпа. То есть, да, эмпирейские вот эти ветра, чтобы через проходы в варпе перемещаться. Он определяет, где тонкая ткань реальности и может перемещиться через проход в варпе. И как раз вот он определяет, куда надо двигаться. И в какой-то момент они сталкиваются с отрядом культистов, несущих слово. А туда накал прилетел очень много культистов, естественно. И один из культистов вооружен древним клинком, атамом, вот этим ритуальным ножом для жертвоприношений. И он отбирает у него этот клинок. И, кстати, вот про этот вот клинок, атам, у него есть отдельно своя история. Есть рассказ в сборнике «Отметка Калта», «Марков Калт». Как раз рассказ, откуда этот клинок взялся. Что он когда-то на заре веков вообще на Терре принадлежал каким-то шаманам, которые им жертвоприношения этим клинком делали. Он какой-то важный очень. Да, он важный, потому что этот клинок позволяет ему... Во-первых, этот клинок побывал у очень многих там каких-то сильных псайкеров. И он заряжен вот этой вот энергией вечной смерти, убийства, потому что им постоянно приносили жертвы, кого-то убивали. Он прошел через руки Эреба, да, то есть Аха сел малость. Но фишка в том, что он этим клинком, как раз Аланни Персон, может разрезать ткани реальности, создавать, скажем так... Червоточину. Да, червоточину, через нее проходить в другой реальность. Как бы в другое место и время, что самое интересное. Там начинается реальный завес. Вот я говорю, почему про него самый большой блок, самый интересный. Потому что он очень подробно описан как раз в Mark of Cult и дальше в рассказах. Что с ним происходит, куда он идет. Он с помощью вот этих своих записей. А у него очень древняя вот эта, видимо, карта, которая копирует... Ну, он скопировал ее там 20 тысяч лет назад, видимо, даже на Терре. У императора, может, подсмотрел еще что-то. Которая объясняет, как нужно вот идти за этими вот эфирными ветрами хаоса. И проходить... Ну, именно находить путь. Да, то есть безопасность, чтобы те демоны там не сожрали в пустоте. И он вот этим ритуальным клинком может разрезать ткань реальности. Создать вот этот проход. И попасть в другое место и время. И он отправляется... Калт уже все, звезда начинает пылать. Излучает радиацию прямо на планету. И они вместе как раз со своим отрядом, он разрезает, делает первый надрез. И проходит сквозь вот этот портал. Они с Калта сбегают таким образом. То есть грамматику, в принципе, его спасает. То есть он его предупредил, объяснил ему, что надо делать. Что да, ты должен найти путь. И Персон как раз со своим вот этим вот отрядом, они сбегают с Калта. Все. Калт превращается в радиоактивную пустыню. Там больше он не возвращается. Дальше уже идет война подземная на Калте. А мы следим дальше за историей Аланья Персона в рассказе «Неотмеченный» «Анмаркет». Это базовый, наверное, рассказ. Один из двух, посвященных вот чисто его приключениям. Что происходит. Это он со своим отрядом начинает двигаться по времени и пространству к своей конечной цели. То есть он понимает, что ему нужно попасть на терру. Но нельзя вот так вот раз, разрезал, и сразу на терру попал. Нифига, так не получается. Так это не работает. Если бы все было так просто. Но нет. И он начинает, значит, соответственно, они начинают вместе с ним двигаться по времени и пространству, по разным местам и реальностям. И фишка такая, что грамматику, с видимо, ему что-то подсказал какой-то путь. Он идет через вот эти вот реальности, которые относятся именно к истории самого Аланья Персона. И мы узнаем, да, вот из этого рассказа как раз, из «Неотмеченного», что это не просто древний чувак, который 40 тысяч лет прожил. Чем он знаменит? В первую очередь у него идут воспоминания о том, как он плавал вместе с аргонавтами и Ясоном за золотым руном. Он был одним из аргонавтов. Отлично. Который плавал в Колхиду за золотым руном. Он вспоминает Медею, вот эту вот дочку колхидского царя, которая на самом деле была Псайкером, колдуньей-ведьмой. Да, он помнит. Да, он чувствовал, что она именно колдунья. Он помнит вот эти сирены, когда Арфей играл на Арфе, чтобы никто не слышал пение сирен. Он постоянно вспоминает, вспоминая, значит, в таком ключе, что вот этот корабль, там тоже было око нарисовано. И он понимает, что, типа, значение ока уже изменилось очень сильно, что теперь это символ зла, а тогда это был, типа, символ просвещения. Вот, он, значит, это вот его история начинается, да, что он был с аргонавтами. Потом мы начинаем выяснять, что он принимал участие почти во всех войнах, которые, в принципе, на Терре происходили. Причем он бывал и на той стороне, и на другой. И, ну, как бы много-много раз мог умирать, возрождаться, и в разных местах участвовал в войнах. Он солдат. При этом он еще и верующий. Он верующий. Естественно, там не написано. В Беке Вархаммера христиан нет у нас. Нету веры, ну, никакой веры, которая могла бы соотнестись вообще с Террой, с землей. С существующими. Да. Но, типа, мы узнаем, что он носит крестик распятия, во-первых, на груди. Вот. Он верит в Бога. И там написано, наверное, последний, кто вообще, типа, верит. Скорее всего, он католик. Может, он последовать какой-то еретической ветви католичества, потому что он очень старый. Естественно, там уже все это, как бы, прошел. Но он по-прежнему верит в Бога. Но никому свою веру не насаждает. Они продолжают путешествовать по мирам. Первые там, они оказываются на какой-то планете. В самом начале Великого Крестового Похода лежат мертвые солдаты. Он понимает, что здесь была какая-то битва. Они берут там оружие, проходят через эту планету до следующего точки, где ткани реальности очень тонко, где можно как раз разрезать. Это же, блин, путешествие в правильный мир. Да, да. Вперед, дострелы с маловремени. И они дальше, он разрезает, соответственно, ткань реальности. Они попадают на Терру. На Терру. Но самое интересное, можно даже точно установить дату и место. Они попадают на Терру в феврале 91-го года. Где, кстати, такая? В 1991-го года. В феврале 91-го года они попадают на Ближний Восток. Персидский залив. Сражение в Персидском заливе. Это, как он вспоминает, они попадают сразу, оказываются, в пустыне. Везде подбитые танки, ну, разбитые танки, сгоревшие. Очень много. Сразу же оказывается рядом с сгоревшим танком Т-62. Сразу так говорят. Вот, да, типа, да. Вспоминает он, вспоминает. Значит, он там участвовал в этом сражении. Нет, это сражение, типа, Восточный-73, 73-й Восточный называлось это сражение, Истеринг-73, по-моему, как-то так. Вот. Это самое крупное танковое сражение в Персидском заливе, когда пролистная армия Ирака сражалась с американскими и британскими войсками. И он, скорее всего, как мы знаем, родился в Ираке. Ну, он, как бы, родился на территории Ирака. Он сражался, естественно, за Ирак, как ни странно, и проиграл. Ну, он говорит, что он на разных сторонах сражался. Он вспоминает потом, да, каких-то своих, видимо, сослуживцев, сгоревших вот в этих танках. Они проходят тоже через эту вот, по сути, разрушенную такую вот пустыню с разломанными танками. Проходят до следующего разреза. Дальше они перемещаются еще в другое время. Опять же, земля, но уже Первая мировая. Верден. Да, они, оказывается, в Вердене. Уже сколько... Причем он оказывается в Вердене, когда уже битва закончилась. Окопы уже заросли травой, никого нету. Но он помнит это, он там был. Он сражался в Вердене. Они все ждали вот атаку. Туда, сюда. И он проходит дальше. Дальше в итоге они, оказывается, в каком-то, ну, непонятном демоническом условном мире. Ну, не демоническом, а просто в каком-то заброшенном мире. На Вердене, кстати, к нему опять приходит Грамматикус во сне. И предупреждает его о том, что за ним идет демон по пути. Что, типа, с Калта за ним отправили несущие слова демона, который знает о его миссии и его нагонит рано или поздно. И он говорит, что ты от него все равно не убежишь. И победить его ты не сможешь тоже. И никто из своего отряда его победить не сможет. И что делать-то вилоки? Да. А он ему объясняет, он ему объясняет. Он говорит, что ты должен максимально долго от него прятаться. То есть, говорит, если ты сможешь успешно от него долго находиться на расстоянии, то его хозяева его отзовут, потому что он нужен в другом месте, этот демон. Он знает что-то, видимо, из будущего. Может, Эльдары ему что-то подсказывали. И они проходят, значит, в каком-то демоническом мире, такому слову нам оказываются, тоже разрушенным, ничего нету там. И он понимает, что демон уже вот здесь, он уже пришел буквально за ним. А он, как бы, фишка такая, что он не приходит, он начинает с этим своим компасом возиться, он понимает, что, типа, он не показывает направление, куда идти. Типа, попал в штиль. Нету вот никаких варп ветров, ничего. Они не знают, куда, где сделать следующий разрез, он не знает. А демон уже идет по шагам, он это чувствует, у него дергается глаз. Он понимает, что, как бы... Это было в 91-м оставаться. Да. Надо было бы снять от ГВ легкий, низкобюджетный боевичок с дешевыми декорациями. Ну, пытается понять, а в чем делал-то такое? Почему демон-то так, ну, как бы, вычисляет? Потому что он-то не псайкер. Да, его, как бы, душу сложно заметить в пространстве. Он понимает, что одна из его, вот, как раз... Одна девушка, которая с ними работница, с его фермы, она как раз псайкером и является. То есть, он на нее смотрит, и он вспоминает прям, что, вот, да, у нее такой же, вот, прям, такой же взгляд, как был у Мидеи. А тогда еще, типа, на Арго, когда Ясон ее как раз забрал из Колхиды, сделал свою будущую жену, и он вспоминает, что, типа, да, чем-то она вот ему напоминает. Мидею, у него держится глаз, он понимает, что она как раз псайкер, демон ее чувствует. И он понимает, что демон вот уже вот-вот скоро появится, и он объясняет этим всем своей группе, что, типа, ребята, мы должны сейчас вроде как сражаться, но мы ничего не сможем сделать. Говорит, ну, вам нельзя единственно бояться, вы должны во что-то верить. Говорит, верьте во что хотите, как он им объясняет. И учит их гимну, видимо, церковному какому-то гимну, учит их петь молитву церковную. Причем, непонятно, то ли отче наш, то ли еще что-то, но это какое-то вот церковное песнопение. Там очень долго объясняется, что, значит, раньше люди так как раз исправлялись со злом, что они вот пели гимны и отгоняли злых, типа, созданий. И в этот момент появляется демон, они стоят в кружке, поют этот гимн. И он все это рождественскую месу просто. Да, да. И демон как бы к ним подходит, но поскольку, типа, они очень долго от него прятались, в итоге, конечно же, он не успевает их схватить, и его, видимо, боги хаос этого демона выдергивают назад, назад на Калт, потому что он там нужен. А это же Сайкерш произносит им этого демона, Эмкар его зовут, он, кстати, есть демон-принц такой, в Бэйке. А дальше они продолжают тоже свой путь. Следом большой перерыв в произведениях, естественно. И потом он появляется, опять же, в произведении Вечный. Это аудиодрама небольшая. Помнишь, когда мы говорили о войне с железными людьми? А, это с Мишей было. Мы говорили про войну с железными людьми. Как раз про, типа, эру раздора. Вот это вот все, как бы, эру темной эротехнологий. Мне кажется, на планете, которая как раз пережила вот этот катаклизм с восстанием машин, и гигантский меха-черфь откусил почти полпланеты, причем сожрав там ткань реальности. И там такой, ну, планета, город какой-то, полгорода отгрызено, и там гигантский разлом в никуда просто. То есть нету ни реальности, ни варпа, там все, когда сожрано, такая пустота. Вот, и они там тусуются два года на этой планете, потому что не знают, откуда. Там нету никаких ветров из-за этой пустоты, потому что гигантский вот этот мехавор, червь, который сражался в Великой войне, вот в темной эротехнологии, он сжирает не только, как бы, реальность, но и время само. И там просто пустота образуется. Он там постоянно жрет? Нет, он просто вот тогда случился, такой укус. Кусь! Кусь! И у вас там, типа, полпланеты нет. А что потом с ним стало? С кем-то с червем? Ну, я думаю, что убили. Там же, ну, это была реально война же. Там же люди сражались с машинами. Вот, они на этой планете два года живут. Там за ними уже явно охотятся альфа-легионеры постоянно, да, там подсылают своих агентов. Он знает, что за ними охотятся. И в какой-то момент появляется тоже Джон Грамматикус, который на самом деле нифига не Джон Грамматикус. Он вычисляет, что это не он. Убивает это, оказывается, агента альфа-легиона, штурировка Гидры. И он понимает, что, типа, деваться уже некуда. Нам некуда идти. Вот у него там постоянно флешбеки в прошлое. Значит, мы узнаем, что он и в сражении у аустралийца участвовал, и вообще где только не сражался. В объединительных войнах сражался и все такое прочее. Ну, суть в том, что как раз он знает, что ему нужно дойти до Терры, как раз оказаться в момент сражения Хоруса с Императором на мстительном духе, на флагбане Хоруса. Ну и, собственно говоря, выхода нету, они просто собираются все и прыгают в этот разлом. Типа, он их таким образом ведет, ну, ведет дальше. Дальше ничего не знаем пока, потому что дальше цикл еще не продолжился настолько, чтобы эти события затронуть. Но мы знаем другое. Мы знаем, что в имперской армии есть святой некий. Помнишь, мы кодекс того? Посмертная маска Алания Пия, как раз. Вот, что в имперской армии в 40-м числете есть свой имперский святой, который отражен в имперском кредо. Это тот человек, тот солдат, который каким-то образом оказался на флагмане мстительный дух и встал между Хорусом и Императором. Типа, что он дал как раз время императору, заслонил его с собой, и дал императору время как раз нанести Хорусу в разрешающий удар. Хорус, конечно, его убивает, этого Алания Пия, вот, этого имперского святого. Но как раз вот именно эта заминка, когда он закрыл своим телом императора и дала возможность императору Хоруса уничтожить, развоплотить полностью, собраться с силами. И этот вот как раз солдат, который непонятно, как оказался на барре Хоруса на мстительном духе, причем там очень интересно, в беке везде по-разному, там в бэкграунде. И все говорят, ну да, вроде как был солдат, но на самом деле непонятно. Вообще-то это был терминатор имперских кулаков. Говорят, да нет, нет, это был какой-то кустодианин. Что делается? Да. Но нет, имперцы, именно имперской гвардии, они верят в то, что это был святой Аланий Пий, как раз его посмертная маска является крутым артефактом, видимо. Он все-таки свою миссию выполнил. Как он попал в отомстительный дух и защитил императора. Самый финальный, суперсборники за 9,99. Когда будет битва за Терру. Когда будет битва за Терру. Ну вот вообще, ну реально, наверное, самый такой основной, вечный, который вот проводят через все видео. Не, ну это забавно, такая маленькая литочка отдельная персонажа, который должен повлиять на разборку двух, там, титанов просто-таки. Ну да. И там реально с портала прыгивает такой, не-е-е-е-е, как Кевин Костнер. I don't know. И не факт, что помрет, кстати. Да ну... А может помрет. Может он какой-то суперудар, супер-мега-пупер-демагический дар Хоруса, да. Недж Хорус, да. Высасывающий все просто. Кто еще из вечных? Есть уже не такие, как бы, глобальные товарищи. Есть еще один чувак, он тусовался тоже, опять же, с Джоном Грамматикусом, некий Дэймон Пританис. Причем он появляется, опять же, если я правильно помню, в «Забытой империи», «Undermembered Empire», как раз на «Мак Рейджи». Он тоже работает на Кабал, он представлен Кабалом следить за Грамматикусом, чтобы тот, чего не выкинул. А Дэймон Пританис – это, типа, ассасин, вечный ассасин. То есть он реально крутой киллер. И, типа, там намекает, что он причастен ко всем самым крутым убийствам в истории Терры. Хитман. Типа давай Хитман, да. Причем, что он убил, там, Мартина Лютера Кинга, например, убил в «Мэмфисе», там, может быть, Джона Кеннеди убил, ну, к примеру, там. То есть вот какие-то громкие заказные убийства, что это все он. И Кабал его использует как ассасином. Он ходит в какой-то, знаешь, короткой дубленке, там, описано, как полушубок, какой-то, ватник, по ходу дела, просто, вот, подвязанным ремнем. Его два аж серикен-пистолета. Его Эльдары круто научились стрелять из серикен-пистолетов, да. Он реально такой клинтист, вот, причем он реально работает на Кабал, ему норм. То, что они, как бы, его заставляют делать, ему вообще, как бы, без разницы. Он такой довольно желчный чувак. Вот, грамматикуса все время там тралит, что, типа, тот такой вот, ну, за людей переживает. Ну, я просто там живу, все, сколько все. Да. И он постреливает из своих серикен-пистолетов, что умудряется даже и вулкана пару раз пристрелить из них. Самое интересное, что и Керза ранить неплохо. К сожалению, немножко проигрывает, потому что Керз его протыкает своими когтями. Но он же вечный. Он же вечный. Керза, эту бутылочку с демоном, тот его, ба-а-а, Керза схватил и в варпу тащил. Ну, типа, таким образом избавился от Керза, там, Акрейн. Хардкорненько. Да, там была опищенная сцена вот этого сражения, когда они одновременно сражались с вулканом и с Керзом. Чем он закончил? Он умер. Он вечный, он, ну, типа, в него, ну, как бы он, естественно, когда узнал, что Грамматикус работает против Кабала, вместе с Эльдраном Ультраном и с этим Нариком, он, конечно, пытался им помешать, и его Нарик застрелил. Причем фульгуритовый, осколком фульгуритового копья. И он умер. Конец. До этого, как раз, до этого, он еще пересекался с еще одной дамочкой из Вечных. Ну, это, типа, еще один вид Вечных. Это Кириэна Валантион. Если вы читали первого еретика и знаете про историю с планетой Монархия, где Лоргар воздвиг огромный город знаний и религий, поклонялся императору там и считал император богом, что этот город был уничтожен ультрамаринами как раз. Потому что Лоргар затаил на них зло по воле императора, тогда он, значит, весь легион несущих слов собрал. Лоргар отлистал по щекам и заставил ультрамаринов этот замечательный город уничтожить весь. Она как раз была аристократкой из этого города. Ультрамарины всех людей оттуда, естественно, эвакуировали. Ну, они же не совсем уж там безумные мясники. А город разбомбили с орбиты. Она как раз была единственной уцелевшей, кто видел вот это уничтожение этого города, как раз этот ядерный взрыв. Он ее ослепил. Сожгло, видимо, сетчатку. На глазах она ослепла. Ее нашли несущие слова. Сделали ее своей проповедницей и типа святой леди. Осколок былого величия легиона и вот этих их вот религиозных достижений. Они исповедовались. Опять же, вот первый ретик, если почитаете, там связана линия как раз этих вот Галворбаков, Аргилтал и прочие, которые были первыми позессионными, одержимыми. В итоге Кириен убивает Аквилон, кустой демператора, который был приставлен следить как раз за несущими словами. А в книжке «Предатель», которая продолжает как раз сюжетную линию, ее воскрешает Эрэп с помощью темного ритуала. Вечная. Нет, она вот не была вечной. Он ее сделал, он ее воскресил. Она стала вечной. Да, ну считается, что она стала вечной, потому что, опять же, линия там не закончена. Он ее воскрешает с помощью жертвоприношений, жуткого хаосидского ритуала. Там еще идет, знаешь, такое описание, что прямо вот она начинает воплощаться, он там приносит жертвы, демоны везде летают. Там прямо, знаешь, как скелет на него начинает плоть нарастать. Раставший из ада. Да, 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 вот примерно как-то так. Почему ее история не закончена? Потому что ее как раз Деймон Пританис ее завербовал работать на Кабал. То есть ее пока Кабал перетащил к себе, видимо, тоже интересуется перспективными вечными. Сейчас вот диспозиция такова, что пока непонятно, куда это все выйдет. Мы четко знаем только про Алла Персона, чем вся его история закончилась. Всех остальных не очень понятно, чем. То есть вот эта вот вся движуха с вечными, она очень тесно завязана вот в Ереси Хоруса. Причем в основном это Калт и, соответственно, вот чуть-чуть окрестных каких-то событий. Именно вот этот вот кусочек, да, Калт и воскрешение вулкана. Как раз вулкан жив, забытая империя. Вот эти вот книги, то есть связанные именно с движухой на Макрейде, на Ультрамаре. Куда это все приведет, сложно сказать. Да, мы знаем. Вот есть диспозиция, да, есть император, есть вулкан. И вот эти вот люди, которые так или иначе вот втянуты в этот круговорот событий. То есть у них, видите, очень сильно переплетается вся история Вечных в течение именно Ереси Хоруса. А в 40-ом тысячелетии уже было меньше прецедентов. Если ты помнишь, был Кодекс Серых Рыцарей, по-моему, в пятой редакции. И там был некий юстикар. Анвал таун. Фаун. Фаун или таун. Это который перерождался. Который воскресал. Да, он тоже вечный, приколи. Он вечный, очень сильный шайкер. Что? В Кодексе прямо написано, он вечный? Ну, что? Или у него в Бекке есть какая-то книжка какая-нибудь? Нет, Бекке нету, просто он перерождался. Ну, как бы все, понятно. Он умер, а потом вынесли хоронить, а он воскресал. Явно, что он не вампир. А не его осиновым колом сердца лежит. Давай, муж, не навалите. Нет, а он вот постоянно воскресал. Правда, да. Было такое дело. Ну, вот. Опять же, ну, про святую Селестину сложно сказать, насколько она как будет. Нет, там другое, мне кажется. Хотя нет, там есть насылка в Газариншторме том же, что она была одна из, она, точнее, одна из многих наделенных такой силой. Это уже, видишь, это уже типа имперские святые. Ну, это типа, она должна была быть тем прототипом всех людей в будущем. Это имперский проект. Она имперский проект. Проект императора. Проект императора, да. Она вот его прототип. Элис. Там есть такие намерения. Из Резидента Вилла. Милаевович. Точно. И мёд, а только с крылышками. Только с крылышками. А есть планета, где куча клонов у неё дохлых лежит? Я думаю, что есть. Есть. Мне и беда есть. И, кстати, если кто-то читал Атлас Инфернал, книжку про инквизитора Чевака, у него там была даже в свите такая дамочка, типа дикарка какая-то с фарварского мира. Она тоже была типа вечная. Ну, её убивали, она воскресала. Там отрезали ей голову, она опять перерастала. И он её таскал вечно за собой, и даже вроде как был в неё влюблён. И при всём при этом её даже экклезиархия вроде как, типа, не канонизировала, но говорил, да. Типа, мы считаем, что, наверное, это всё от императора. То есть, они так осмотрели её, и вот она как бы в свите как раз инквизитора Чевака таскалась, что типа, ну, ладно. Ну, наверное, это всё, типа, не происки хаоса. Ты воскресаешь, потому что император тебя возрождает. Вот такая вот, в принципе, история. Да, то есть, в 40-ом тысячелетии, конечно, уже эпичного такого нету замеса. Ну, кроме Селестины, наверное. Больше интересен, конечно, вот этот был кусочек из Ереси Хоруса. Он ещё чем-то закончится, естественно. Да, если история Алания Персону ещё интересна. Ну, по сути, нам нужно знать, что произошло на мстительном духе. Действительно ли он хотел спасти императора, и вообще, что там происходило. А тут там твист будет. Хоп, и на троне Хоруса. Ну вот. То со всеми остальными довольно интересно. Куда вообще заведёт Джона Грамматикуса и его дружба с Эльдраном Ультраном, который, как мы знаем, тоже хитрожопый парень. Ну вот, посмотрим. Опять же, Оливия Сурека никуда не делась. Она умудрилась Смолеха улететь, когда там захватил Хорус его. То есть, она явно тоже как-то будет отражена в основной линии Бека. Посмотрим. Подождём новых книжечек, новых источников. Ну, пока вот информация такая. Постарайтесь, в принципе, освоить. Если интересно, ну, я, конечно, тут очень много рассказывал таких спойлеров, о чём предупреждал в самом начале. Ну, я думаю, что по-самому будет интересно почитать этот пересказ. Это немножко не то. По крайней мере, вот линию... Конечно, по-другому. ...все делал очень интересно. В белочах, тем более не законченный, раз тут прям так подводит к этому делу. Интересно. Я думал, что там как бы всё. Скажу, типа, он выпрыгнул и помер. Не, а тут даже ничего не раскрыто. Прям вот неожиданно, если честно. Ну, подождём. Так ещё, если видишь, ещё есть действующие лица, которые тоже как-то влияют на сюжет, на таймлайн. Джон Грамматикус. Ну, да. Немного оставил. Тоже как-то, я думаю... Они потому и начинают, ну, новый бэк клепать, чтобы можно уже с ересью... Она скоро выдавится, ересь. Нужно будет новый писать. Ну, либо надо новый, либо ещё до ересью бэк. Обидительный воин. Да, да. Там тоже бэк это полно. Вот. Такая история. Вернее, такие истории про вечных. Если что-то знаете ещё, пишите в комментах, дополняйте. Суждение, я думаю, будет довольно активно этой темы. Потому что много всяких домыслов, опять же, есть. Старого, да. Такое, да. Про императора как-нибудь отдельно поговорим. В принципе, ну, был про него стрим. Император появления человечества книжку мы рассказывали. Тоже можете посмотреть у нас на канале. Ну, а в целом, вам спасибо за просмотр. Всем, кто проспонсировал, тоже отдельное спасибо. Надеюсь, вам понравилось. Ну, ждите следующий ролик. Это будет кампейн падения Медузы 5. Да. Уже начали на него сборы. Так что, кому вечные показались не очень интересными, мы возвращаемся в лон и кампейн. В лон и кампейн. Да. Медуза 5. Классика жарра. Что конец четвертой редакции. Кампейн за 5 минут. Всё. Всем спасибо. До встречи. Пока-пока. Пока. Продолжение следует...